Эпикур Этот философ помогает нам размышлять о деньгах, капитализме и современном обществе потребления. Эпикур родился в Древней Греции в 341 году до н.э. Свою известность он приобрел благодаря тому, что всю жизнь пытался раскрыть секрет человеческого счастья. До него философы подробно обсуждали, что делает человека хорошим. Эпикур считал, что удовольствие. К сожалению, даже в те времена жизнь была не сладкой, и когда люди прослышали, что Эпикур основал школу, чтобы изучать счастье, повозли грязные слухи. Ходили истории о том, что каждую ночь в школе устраивали роскошные пиры и оргии. Один из критиков Эпикура утверждал, что как-то Эпикур на протяжении одной ночи в постели с девственницами испытал оргазм 18 раз. Это была неправда. Эпикур и его ученики на самом деле изучали счастье, но делали это методично. Все имущество Эпикура составляли две накидки. Он питался хлебом и оливками. Иногда, если кто угощал, позволял себе кусочек сыра. По поводу ночных оргазмов в спальне он сдержанно ответил, что женился на философии. Годы изучения счастья позволили Эпикуру сделать ряд удивительных и революционных открытий о том, что нам действительно нужно для счастья. Он сформулировал три основные ошибки, которые мы допускаем, думая о счастье. Во-первых, мы думаем, что счастье связано с романтическими сексуальными отношениями. Но, оглянувшись вокруг, Эпикур увидел множество несчастных пар, отношения которых полны ревности, недопонимания, обмана и горечи. Совсем другое дело – дружба. Друзья уважают друг друга. Кажется, будто бы именно в дружбе проявляется лучшая сторона человеческой натуры. Единственная проблема, считал Эпикур, состоит в том, что мы слишком редко видимся с друзьями. Второе заблуждение – относительное счастье. Для счастья нужно много денег. При этом мы не учитываем, на какие огромные жертвы придется пойти, чтобы разбогатеть. Зависть, клевета, работа допоздна. Эпикур считал, что настоящее удовлетворение от работы приносит не деньги, а возможность работать независимо или в небольших группах, как в пекарне или в мастерской по ремонту лодок. Тогда человек ощущает, что его труд помогает другим и по-своему, пусть и немного, делает мир лучше. В глубине души мы стремимся вовсе не к высокому статусу или богатству. Нам важно ощущение собственной значимости. Третье – Эпикур отмечает, как сильно мы гонимся за роскошью, особенно если речь идет о доме в райском уголке планеты. Но за стремлением к роскоши скрывается желание сбежать от суеты, мы стремимся к уединению, мы хотим освободить свой разум, сбежать подальше от хаоса повседневности. Но действительно ли роскошь помогает нам в этом? Эпикур в этом сильно сомневался. Он изучил счастье вдоль и поперек и пришел к революционным выводам. В этой жизни для счастья необходимы всего лишь три вещи. Во-первых, друзья. Не нужно секс или оргий, достаточно просто иногда встречаться с приятелями. Главное делать это регулярно. Поэтому Эпикур сделал то, о чем многие из нас мечтают, но не осмеливаются воплотить в жизнь. Он купил большой дом и стал жить там со своими друзьями. У каждого был собственный уголок, и если было желание пообщаться, то на кухне всегда находился собеседник. Во-вторых, все жители общины перестали работать на других. Они согласились потерять зарплате в обмен на возможность заниматься своим делом. Кто-то работал в огороде, кто-то готовил, занимался гончарным делом или писал. Наконец, Эпикур и его друзья поняли, что хороший вид из окна вовсе не является залогом душевного равновесия. Они посвятили себя поиску источников умиротворения у себя в душе. Они проводили время в одиночестве за размышлениями, записывали мысли, читали и медитировали. Эксперимент оказался настолько удачным, члены коммуны такими счастливыми, что идея начала распространяться, как лесной пожар. Эпикурейские сообщества стали возникать по всему Средиземноморью. Движение хватило территории от Испании до Палестина, количество приверженцев достигло 400 тысяч. Движение прекратило свое существование лишь с приходом христианства в V веке. Но судя по тому, что многие общины были преобразованы в монастыри, христианство поддерживало идею жизни в общине. Многие сегодняшние монастыри – это бывшие эпикурейские общины. Еще один любопытный факт. Докторская диссертация Карла Маркса по эпикуру и та громоздкая, унылая, нежизнеспособная система по названиям коммунизм, на самом деле модернизированная, искаженная и не очень удачная версия эпикурейства. Что на самом деле пытался сказать Эпикур, так это то, что люди не очень-то разбираются в собственном счастье. Они думают, что стать счастливым очень легко, что счастье приносит секс, деньги или богатство, и поэтому все время к этому стремятся. Но нет, говорит Эпикур. Счастье не имеет ничего общего с этими вещами. Вспомните моменты жизни, которые делали вас счастливыми, и вы сами это поймете. Найдите в себе смелость жить той жизнью, которая приносит вам настоящее удовлетворение. Возможно, для этого вам придется полностью изменить свою жизнь, уехать жить Саград, питаться сыром, иметь всего пару накидок, несколько книг по философии и несколько хороших друзей в комнате за стеной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!